История одного города. Владивосток. Город Владивосток – крупнейший морской порт на Тихоокеанском побережье России. Он расположен на полуострове Муравьёво-Амурского, между Амурским и Уссурийским заливами Японского моря. Поэтому город большую часть года окутывают туманы. Уроженцами Владивостока являются в том числе и обладатель Нобелевской премии по физике Игорь Там, лауреат премии «Оскар» американский актер Юл Бриннер, а также лидер популярной рок-группы «Мумий-тролль» Илья Логутенко. Однако это просто сухие факты, которые знают даже те, кто ни разу здесь не бывал. Для тех, кто приезжает во Владивосток, он открывается с новой стороны. Давайте же узнаем историю этого во многом уникального города. В VII-XIII веках на землях современного Владивостока, сменяя друг друга, проживало несколько разных народов. После монгольского нашествия 1233 года Приморье обезлюдило и практически не упоминалось в вплоть до XIX века. До прихода русских первопроходцев край оставался нетронутым и забытым. Этому частично способствовала политика самоизоляции, которая проводилась в соседних Китае и Корее в XVII-XIX веках. Новое освоение приморских областей началось после заключения ряда российско-китайских договоров. Они были подписаны благодаря усилиям генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. После их подписания Приморье в 1860 году полностью перешло во владение Российской империи. Кроме прочих приморских земель, к России была присоединена и территория современного Владивостока. Российской империи на Дальнем Востоке был необходим опорный пункт. Он должен был иметь удобную и защищенную гавань и находиться рядом с торговыми путями. Место расположения современного Владивостока идеально подходило под эти требования. Оно представляло собой довольно глубокую бухту, с трех сторон огражденную горами. 2 июля 1860 года по приказу военного губернатора Приморской области контр-адмирала Петра Васильевича Казакевича здесь был основан военный пост. Этим было положено начало российского владения Востоком, в честь чего пост и назвали Владивостоком. Сама бухта получила поэтичное название Золотой Рог, потому что была похожа на бухту Золотой Рог в Стамбуле. Владивосток был основан именно как военный пост. Первый гражданский поселенец прибыл туда только в 1861 году. Это был купец Яков Семенов. Исторически первыми постройками города выступали сооружения военного поста, располагавшиеся на берегу бухты Золотой Рог. Затем городская территория стала расширяться, занимая северные и западные берега до Амурского залива и вглубь полуострова. В 1862 году военный пост Владивосток был переименован в порт. А в 1871 из Николаевска на Амуре сюда была переведена главная морская база сибирской военной флотилии, ставка военного губернатора и другие морские ведомства. Владивосток расположен амфитеатром с террасной застройкой улиц. Согласно первому генеральному плану развития города, он в основном застраивался одноэтажными деревянными, а позднее каменными домами. Первой и главной улицей Владивостока стала улица Светланская. Она названа в честь фрегата Светлана, на котором во Владивосток приплывал четвертый сын императора Александра II князь Алексей Александрович. Там появились первые капитальные дома, например, дом военного губернатора и здание для командира Владивостокского порта. Первый торговый центр во Владивостоке тоже был построен на улице Светланской. Им стал магазин Кунст и Альберс. В конце 19-го, начале 20-го века там же были построены гостиница Версаль, гостиница и театр Золотой Рог, Владивостокский почтант. В 1880 году Владивосток получил гражданское управление и официально был утвержден городом. После этого в 1882 по плану переселения в Приморье и во Владивосток стали прибывать со всей России переселенцы. В 1893 году было построено здание вокзала. А на закладке первого камня лично присутствовал цесаревич Николай Александрович. Однако за долгие годы здание поменяло свой облик. Параллельно Светланской была заложена улица Пушкинская. Эта улица и сейчас сохранила свой исторический колорит. Здесь были построены дом первого редактора газеты Владивосток Николая Сологуба, Пушкинский театр, Лютеранская кирха. В 1899 году во Владивостоке открылось самое первое на русском Дальнем Востоке высшее учебное заведение — Восточный институт. Сейчас это Дальневосточный федеральный университет. В 1910 году на улице Нагорной, ныне улица Суханова, было построено здание коммерческого училища. Автором проекта этого красивого здания, в котором ныне размещается главный корпус Дальневосточного федерального университета, был архитектор Сергей Александрович Винсан. В результате расширения города появилась необходимость в его более надежной защите, поэтому было принято решение о строительстве крепости во Владивостоке. Она была построена в конце 19-го, начале 20-го века и представляет собой комплекс уникальных долговременных оборонительных сооружений. Владивостокская крепость является наиболее укрепленной по сравнению с остальными крепостями, которые строились в то время. Однако достроить крепость до конца помешали начавшаяся Первая мировая война и Октябрьская революция. В период Первой мировой войны Владивосток был самым важным перевалочным пунктом для получения оружия для войск, а также сырья и оборудования для промышленности. После распада Российской империи и начала Гражданской войны на Дальнем Востоке развернулась борьба за контроль над этими территориями. Уже в 1922 году там была установлена советская власть. После вхождения в СССР Владивосток стал сначала центром Приморской губернии, в 1926-1938 годах Дальневосточного, а с 1938 года Приморского края. С началом Великой Отечественной войны Владивосток становится незаменимой артерией для доставки необходимых грузов на фронт и предприятий тыловой промышленности. Хотя в самом городе и не велись боевые действия, над ним постоянно висела угроза нападения со стороны Японии. С 1958 года во Владивостоке начал действовать особый режим. Там стала располагаться главная база Тихоокеанского военного флота, поэтому город был закрыт для посещения иностранцами. В 1959 году Владивосток посетил Никита Хрущев. Он выдвинул лозунг «Сделать Владивосток городом лучшим, чем Сан-Франциско». После его визита в городе особенно активизировалось строительство жилья и инфраструктуры. По личной инициативе Хрущева в столице Приморья началось строительство фуникулера. В России фуникулеры работают только в двух городах – во Владивостоке и в Сочи. Вагончик владивостокского фуникулера едет полторы минуты и из его окон открывается вид на бухту Золотой Рог. В конце 50-х годов Владивосток становится научным и культурным центром Дальнего Востока. Вновь начинает работать Дальневосточный государственный университет, строятся крупные кинотеатры. На базе дальневосточного филиала Академии наук СССР открываются три научно-исследовательских института. В 1958 году открывается и пассажирское авиасообщение с Москвой. 60-70-е годы 20 века называют расцветом Владивостока. Именно тогда здесь появляется много новых улиц и целых кварталов. Строится жилье, административные объекты, больницы, поликлиники, детские сады, учреждения культуры и искусства. Большое внимание стало уделяться и внешнему виду города. Появляется много скверов и лужаек, расширяется транспортная сеть. За значительные заслуги жителей города в хозяйственном и культурном развитии Дальневосточного региона в 1970 году город был награжден орденом Октябрьской революции, а в 1985 – орденом Ленина. В 1974 году здесь, в столице Приморья, состоялась официальная встреча 38-го президента США Джеральда Форда с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Результатом этой встречи стало подписание протоколов и договора, которые помогли сдержать гонку вооружений. Времена перестройки напоминают о себе могилой графа Муравьева-Амурского, прах которого перевезли во Владивосток из Парижа. Таким образом, к началу 90-х годов Владивосток находился на пике своего развития, а с 1 января 1992 года Владивосток перестал быть закрытым городом. По приказу президента РСФСР Бориса Ельцина Владивосток стал открытым для посещения иностранцами. Большое значение для развития города имел проведенный в сентябре 2012 года на острове Саммит АТЭС. Аббревиатура АТЭС расшифровывается как Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Это форум для сотрудничества в области Азиатско-Тихоокеанской региональной торговли. В рамках программы подготовки города к проведению саммита во Владивостоке были построены мост через бухту Золотой Рог и мост на остров Русский, а также новый кампус Дальневосточного Федерального Университета. Русский мост — второй по высоте мост в мире. А золотой упоминается в Книге рекордов Гиннеса. Там в июле 2013 года прошел самый масштабный флешмоб. 27 тысяч человек построили на мосту фигуру в виде российского флага. 4 ноября 2010 года Владивостоку присвоено почетное звание «Город воинской славы». В честь этого события в 2012 году рядом с памятником борцам за власть советов на Дальнем Востоке установлена стела «Город воинской славы». Разнообразна архитектура Владивостока. Здесь есть здания, построенные в русском стиле. Триумфальная арка, здание почтамта, Владивостокский железнодорожный вокзал. Неоготики — католический костел Пресвятой Богородицы, лютеранская церковь Святого Павла, особняк Лангеретье, особняк Даттона, фронтон с головой быка на фасаде рефрижератора. Неоклассицизме — женская гимназия Марии Сибирцевой. Стиле модерн — здание ГУМа. Фахверковом стиле — домик номер 68 на Светланской. В целом в городе насчитывается около 500 архитектурных памятников и более 100 фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Таким образом, Владивосток — один из самых интересных и красивых городов в мире и один из самых красивых городов в России. Он сочетает в себе природный ландшафт, береговую линию и разные типы застройки. Поэтому, приехав сюда, можно увидеть как интересные архитектурные памятники начала 20 века, так и целые кварталы домов советского периода. Все это превращает историю военного и торгового Владивостока в историю научного и художественного города.